Всем привет, с вами Priya. Как часто вы делаете локалки? Раз в день? Раз в три дня с целью закрыть все сундучки? Или вообще раз в неделю с целью, к примеру, выполнения какого-либо недельного квеста по типу текущего? Мир ждет для получения тысячи ресурсов. Я думаю, тот человек, который хочет делать локалки, конечно, будет делать их постоянно. И будет делать их в режиме войны с целью дополнительного получения сил артефакта, ресурсов и, конечно же, золота. Но в обновлении 8.1 разработчики радуют нас еще более большим бонусом. Не просто самые обычные 10%, а целых 30%. И будет включаться он посредством призыва к оружию. Можно сказать, будет система весьма похожа с той механикой, которую мы видим при покорении подземелий на 5 человек при использовании системы поиска подземелий. То, что танки могут получить какую-то бонусную сумочку или хилы, изредка даже дамагеры. Так вот, получается так, к примеру, если орды будет на локалках больше в открытом мире, чем альянса, то альянс будет получать бонус 30%. Если же наоборот, то другая фракция. На самом деле, это весьма интересно. И, скорее всего, есть у меня такая мысль, что альянс будет просто с постоянным этим бафом бегать на 30%, в то время как арте придется радоваться лишь 10% от режима войны. На самом деле, это немножко дисбалансно с целью повышения уровня ожерелья, так как основной приток азеритовой мощи, азеритовой силы для ожерелья идет все-таки с локалок. На самом деле, можно, конечно, и экспедиции фармить, но это дело весьма трудоемкое, и время тратит, и силы, которые можно потратить в что-то более полезное. Ну, как-то так это на самом деле получается. Весьма, с одной стороны, конечно, грустно, с другой стороны, весело и приятно. Лично для меня, так как я абсолютно все время играю за альянс, и, скорее всего, как уже ранее сказал, бонус 30%-ный. Будет всегда. Ну, посмотрим, как это реализуется на самом деле. Лояльно ли это воспримут игроки, или будет море ненависти насчет этого. Я думаю, что-нибудь придумают. Собственно, таким образом разработчики как-то пытаются хотя бы сбалансировать фракции по типу, хоть не количество, а хотя бы награды более-менее как-то ровно раскидать стараются. Ну, неплохая попытка. Посмотрим, как она реализуется в 8.1. Всех вам благ, счастья, здоровья. Берегите ноги. До скорого.